Телекомпания Сизенс Совместно с Ле Фильмс Дютамарин Сизенс представляет Фильм Жанна Мари Давида Борзые и Дирхаунды Северная Европа является колыбелью нескольких известных пород охотничьих бомбов. На западе, в Шотландии, для охоты на оленей был выведен Дирхаланд. Это выносливая, очень привязанная к хозяину собака. На востоке, в России, были чрезвычайно популярны борзые, прекрасные охотники на волков. В этом году местом проведения национальной выставки борзых стал бриф. Среди любителей породы особо ценится сходство между владельцами и их собаками. Мсье Фор, президент французского клуба борзых, организатор данного мероприятия. Сегодня здесь будут судить лучших представителей породы в Европе. Позвольте представить Асавадж из Арагонского питомника. На прошлогодней национальной выставке племенных борзых она заняла первое место. Так что это самая красивая борзая года. Борзая довольно крупная собака. Перед нами сука, кобель немного побольше. Кобель среднего размера может достигать 80-85 сантиметров. Вес кобеля часто больше 45 килограммов. Характерная особенность породы, конечно, ее голова. Нос очень влажный, крупный. Он должен быть черным. Уши маленькие, подвижные, плотно прижаты к шее. Когда собака бодрствует, она может ставить уши вот так. Челюсти у борзой, как и голова, узкие, но при этом они довольно мощные. Они должны быть мощными, ведь эта собака в царской России часто охотилась на волков. Она с двумя другими собаками должна была загнать волка и удерживать его на земле до тех пор, пока до них не доберется охотник. Так что и челюсть, и зубы у нее очень мощные. Грудь у борзой тоже очень характерная. Она довольно большая, чтобы там могли разместиться крупные легкие. Грудь не должна быть округлой, она должна быть плоской, но хорошо развитой, как вы можете видеть на примере этой суки. Передняя часть не должна сильно выделяться. При этом грудь не должна быть слишком узкой, чтобы там хватило места для легких и для сердца. Задние лапы должны быть согнуты под довольно большим углом. Передние лапы должны быть немного вывернуты вперед. Лапы не должны быть прямыми, потому что когда у собаки они прямые, ей не хватает гибкости при ходьбе. Она не может правильно бегать. Хвост длинный. Он должен доставать вот так, до противоположного бедра. Он служит борзой чем-то вроде руля. При ходьбе собака обычно держит его неподвижно, вот так. Шерсть тоже очень характерная. Она должна быть шелковистой, иногда с завитками. Особенно на спине, на бедрах и передней части корпуса. У собаки должно быть жабо или манишка, под которыми красуется голова. У борзой обязательно должны быть мощные задние лапы. Именно ими собака отталкивается. И именно они позволяют развивать большую скорость при беге. Порода борзых – выходец из России. Ее история восходит к 16 веку, когда царь отправлял опальных представителей знатных родов в ссылку за пределы Урала. Основным развлечением для этих ссыльных стала охота. Они гоняли зверя с борзыми, которых привезли с собой. Но это были короткошерстные собаки, которые не выдерживали сурового климата. Большинство из них погибло. А те немногие, кому удалось выжить, были скрещены совчарками русской породы. Главной целью скрещивания было вывести породу с длинной шерстью, способную выдерживать суровый климат Урала. Так появилась русская борзая. В царской России борзую использовали в основном для охоты на волков. У этой охоты были свои особые традиции. У каждого всадника была своя свора борзых. Свора – это три собаки, обычно два кобеля и одна сука. Собаки должны были загнать волка, прижать его к земле и держать так до тех пор, пока не подоспеет охотник. Охотник убивал волка, если такова была цель охоты, или дразнил его своим кнутом, заставляя в него вцепиться. Потом волку ремнем перетягивали пасть. Другие подоспевшие охотники связывали зверю лапы, и волк не мог пошевелиться. Волков ловили для того, чтобы учить молодых борзых, чтобы они привыкли к охоте. В наше время есть немало преданных фанатов этой породы. Часто люди, у которых была борзая, и которые смогли ее правильно воспитать, не хотят даже слышать о другой собаке. Нельзя сравнивать борзую с пастушными породами или с собачкой-компаньоном. Борзая держит дистанцию с незнакомыми людьми, но не агрессивно. Один из старых заводчиков рассказывал, как одна из собак учила трех его сыновей ходить. Когда дети только вставали на ноги, собака устраивалась рядом с ними, чтобы малыши не падали. Дети клали руку на спину собаки, и так, опираясь на нее, понемногу учились ходить. Молодая борзая обычно довольно крупная. Этой собаке пять с половиной месяцев. Для нее важна сбалансированная диета, но никаких особых проблем с ростом нет. Несмотря на свои большие размеры, борзая без проблем сосуществует с другими животными в доме. Они живут вместе два с половиной года. Это два кобеля. Они совсем не агрессивны и отлично ладят друг с другом. Вожак в этой стае такса. Он сразу заявил, я тут главный. Борзая время от времени огрызается. Но каждый отлично знает, где его место. Какого-то неравенства в помине нет. Стиль охоты борзой – это охота за видимой дичью. Если она видит зверя, сразу бросается в догонку. Такса охотится по-другому, вынюхивает след. Это гораздо сложнее, но очень интересно. Она находит дичь в кустах, поднимает ее, а борзая бросается в погоню. Она должна поймать зайца или кролика и убить его. Это ее цель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для широкой публики борзая синоним элегантности и утонченности. И хотя эта собака ценится эстетами за ее внешний вид, это не отражается на ее отличных спортивных качествах. Потомок русских иммигрантов Сергей Капнист – большой любитель русских борзых. На выставке он оценивает качество конкурсантов при выполнении задания «Охота на приманку». Если трава чуть выше, они начинают очень смешно подпрыгивать. Охота на приманку была изобретена и впервые использована во Франции, в то время, когда владельцы борзых, в целом, и русской борзой в частности, обнаружили, что их собаки стали слишком домашними. Им нужно было снова обрести, я бы сказал, смысл жизни, то, что отличает именно эту породу. Поскольку борзые выводились именно как охотничьи собаки, было очень важно, чтобы они могли охотиться. А так как во Франции охота с гончими собаками запрещена, мы решили заменить ее другими занятиями. Так появились гонки по кругу, которые можно проводить в любых подходящих для этого местах. Никакого специального оборудования или подготовки площадки не требуется. И охота на приманку практически не отличается от обычной охоты. Продолжение следует... Приманка повторяет зигзагообразные движения. Она имитирует бег зайца. Конечно, на выставке сложно серьезно разнообразить испытания, так что маршрут для всех собак один и тот же. По дороге расставляют специальные преграды, через которые может перепрыгнуть заяц, чтобы оторваться от своего преследователя. Это помогает еще точнее создать атмосферу настоящей охоты. Традиционно на одну добычу мы спускаем не одну, а двух борзых. Именно так было принято раньше. Обе борзые работают в паре. Иногда кажется, что одна собака упустила дичь, а на самом деле за ней мчится другая. Так они передают эстафету друг другу. Они работают вместе. У них одна цель – догнать дичь или приманку, за которой они охотятся. Это один из самых интересных моментов испытания. Судья может сравнить качество одной и другой собаки. При этом роли в паре могут меняться. У собаки нет закрепленной за ней роли. Она может быть и первой, и второй в паре. Сейчас мы видим «бросок». Этот термин пришел к нам из России. Он означает, что собака делает особый мощный рывок и пытается догнать и схватить добычу. Так, например, борзая ловит зайца. Она его хватает сбоку, за шею. Какие качества необходимы для охоты с борзой? Я бы сказал, что здесь главная хорошая скорость. Собаке приходится здорово побегать. Как правило, у собак это врожденное свойство. Но необходимы постоянные тренировки. Врожденные навыки быстро теряются. Сходят на нет. Форму нужно постоянно поддерживать. Хозяева предпочитают следить за собакой в бинокль, чем мчаться следом. Ее хорошо видно на траве. Это скорее для любителей пробежек. Недалеко от Камарга, Жак Линарес разводит дирхаундов. Он каждый день бегает за компанией со своими собаками. Дирхаунд или шотландская борзая относится к 10-й группе. Это крупная собака. Кобель может достигать в холке 76 см. Сука 71 см. Вес кобеля колеблется около 45,5 кг. Вес суки 35,5 кг. Голова длинная, уши маленькие, заложенные по бокам головы. Череп умеренно широкий, в районе ушей он сужается к глазам. Он заострен в районе носа. Шея длинная. Плечи косые, передние ноги прямые. Спина длинная, поясница сильно выпуклая. Довольно большое расстояние между бедрами и коленями. Другими словами, подколенная выемка расположена низко. У этой собаки должна быть хорошо развитая грудь. Не слишком большая, но довольно глубокая. Одна из отличительных черт Дирхаунда – его шерсть. Она должна быть лохматой, жесткой, хрустящей под пальцами. Длиной 7-10 см. Шерсть мягче в верхней части головы и на грудной клетке. На ушах она напоминает шерсть полевых мышей. Лапы Дирхаунда созданы для охоты, то есть они длинные, мощные, пальцы прижаты друг к другу. Разглядывая гравюры позапрошлого века, можно заметить, что нынешние собаки очень похожи на тех, что жили тогда, в конце позапрошлого, начале прошлого веков. И я считаю, что это очень здорово. Дирхаунд – это шотландская охотничья собака. Она может поднять зайца, загнать лесу или более крупную дичь. Дирхаунд переводится с английского как «оленья собака». Дирхаунд очень импульсивен, и его потребности необходимо удовлетворять. Это обязательное условие. Нужно быть идиотом, чтобы держать Дирхаунда, например, в квартире. Жилье – основа успеха, потому что если с собакой не заниматься регулярно, вместо того, чтобы радовать хозяев до конца своих дней, она быстро превратится в неврастенника. Собаке необходимы простор и физические упражнения. Это крупная собака, и ей нужно много места. Обычно Дирхаунд отлично справляется с заданием охота на приманку. Он хорошо себя проявляет. Он молодец, прекрасный охотник. Он не просто мчится за добычей. Он ее обманывает, чтобы охота удалась по-настоящему. Конечно, это всего лишь имитация, но собака с удовольствием участвует в этой игре. Дирхаунд Дирхаунд – это собака, которая очень хорошо ладит с детьми. У нас их двое – пяти лет и восьми с половиной. Они родились уже при Дирхаундах. Собаки их приняли сразу и абсолютно. Кормящие суки, независимо от возраста, отлично уживаются с детьми. Они сносят от малышей все, когда те их хватают за шерсть, за хвост. Это собака, которая обожает детей. Молодец, собрал цветы. Теперь отдай букет маме, быстренько, давай. Этому щенку два с половиной месяца. Он весит около двух килограммов. Его рост в холке 25-30 сантиметров. Когда ему исполнится полтора-два года, размер холки увеличится почти вдвое, а то и втрое. Что касается веса, сначала будет 8-10 килограммов, потом он наберет 30-35. Он растет очень быстро. Эту собаку мы купили, а эта родилась в доме. Ей сейчас два месяца, и она живет с нами. Избалованная любимица семьи. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создает... Дирхаунды довольно умные собаки Они ведут себя как собаки, то есть они обязательно заинтересуются чужаками, полюбопытствуют, что происходит Что это за новая собака И в зависимости от ее реакции, или проигнорируют, потому что им неинтересно, или предложат поиграть Дирхаунд собака, за которой непросто ухаживать Она должна регулярно менять свой рацион Продукты должны быть все время разные Больше всего она радуется, если в миску попадает оленина Это настоящее удовольствие для собаки Если у каждой собаки своя миска, она к этому быстро привыкает Если одна миска на троих, ссориться не будут Те, у кого есть дирхаунды, или те, кто собирается их завести, обычно имеют и лошадей Те, кто разводят дирхаундов, влюбляются в эту породу Она становится их страстью А те, кто их покупает, ценят собаку за отличный характер И не сменят ее ни на какую другую Эта собака позволяет открыть для себя новые прелести жизни И хотя в настоящее время охота с гончами во Франции запрещена Дирхаунд или борзая Идеальные собаки для любителей спорта и широких просторов Программа подготовлена к эфиру по заказу студии Ю-7 Субтитры создавал DimaTorzok